Оценка плотности мирового эфира. В XIX веке, после того, как разобрались со свойствами оптическими и электромагнитными свойствами эфира, стало уже понятно, что он участвует и в гравитационных взаимодействиях. Возникла идея рассмотреть его какие-то механические свойства. Механические свойства — это, в первую очередь, плотность его определить и вязкость. Очень желательно было. Эти попытки начались, пожалуй, с работы Вильяма Томпсона, будущего лорда Кельвина, статьей 1854 года. В этой своей работе он рассмотрел первую оппозицию. Он рассмотрел излучение звезд, предполагая, что в эфире, когда звезда излучила энергию, или любое дело, то некоторое время в эфире находится эта энергия, перенося ее на какое-то расстояние. Рассматривая известные светимости звезд и взял максимальное значение, он пришел к выводу, указанного первой позиции плотности эфира. То есть, 1 на 10 минус 16 килограмм на метр кубе. Минус 15, да? 10 минус 15, да, там у меня. Да, 10 минус 15. 1 на 10 минус, ну там 0,7. Ну, были там, конечно, и другие попытки, но следующей, такой замечательной, я считаю, работой, была работа Менделеева. Дмитрий Иванович, он очень серьезно относился к эфиру, посвятил ему очень многие исследования, и он рассматривал даже химизм эфира, то есть, как эфир может взаимодействовать с атомами разных веществ. Естественно, его интересовали механические свойства эфира, поэтому он рассмотрел, значит, скорость убегания вот на звездах вот эти вот. И фактически вот он предвосхитил здесь черные дыры. То есть, он рассмотрел объекты гипотетические, как он считал, вот, и самые большие известные на то время звезды, то есть 50 солнечных масс, и, значит, те, у которых скорость света равна второй космической скорости, вот эти объекты. И по скорости убегания эфира он определил его плотность. Вот указано во второй строчке. Тут диапазон, значит, это у него 100% скорости света и 0,75% скорости света. То есть, те, какие звезды были максимально известны. Вот, значит, эфир у него был в таком вот диапазоне, вот представленном во второй строчке. Так, прошло еще время. Да, надо отметить, что в 19 веке эфир рассматривался, до Эйнштейна рассматривался как идеальная нежимаемая жидкость, то есть, совершенная жидкость. Там плотность только вот предполагалась, и начали ее исследовать. Владимир Акимович Ацуковский в 70-е годы, он начал разрабатывать теорию газообразного, вязкого эфира. И он... Вначале, вот у него депонированная рукопись есть, вышла в 1980 году, он очень интересно рассматривал. Он рассматривал увеличение... Он предполагал, что эфир является гравитирующим веществом и притягивается с Землей. И Земля в результате увеличивается, увеличивает свои размеры, свой радиус за счет поступления эфира. Найдя в литературе, насколько он увеличивается, он вычислил вот эту плотность эфира. Вот у К1,7 на 10 минус 12. Но в своей уже следующей работе он более глубоко проработал этот вопрос. И в 1991 году, первой опубликованной эфиродинамики своей книги, он проанализировал этот протон как вихрь, нашел там, как меняется свойство, уплотняется эта стенка, и, значит, сопоставил механическое движение протона в вихре и электрические свойства протона известные. И пришел, значит, к выводу, что эфир, это плотность эфира, это есть как раз диэлектрическая проницаемость вакуума. Равная 8,85 на 10 минус 12. Как видите, вообще, я говорю, они довольно близкие у него получили значения, ну, что, значит, в какой-то степени радует. Ну, теперь вот в 21 веке по наблюдениям объектов света, движущихся под воздействием гравитации, вот этих линзирования, пришли к выводу, что существует темная материя и темная энергия. Но это что-то нечто очень похожее на эфир, вот так вот, как мы должны понимать. И вот плотность этого эфира, она оценивается как гораздо меньше, 8,36 на 10 минус 27 степени. Вот это, значит, вот такой диапазон, собственно, причем вот эти вот все значения, они, ну, строго говоря, ну, не очень даже принципиальны. То есть они позволяют, могут служить отправной точкой для развития различных теорий вот этого эфира. вязкого там, этого какого-то там, обладающего какой-то плотностью. Теперь, дальше, значит, вот, так, стоп, так. Теперь, вот, одним из аргументов вот этих вот противников теории эфира является, ну, такая вальяжно произнесенная фраза. Ну, если бы это он обладал какой-то вязкостью, то все планеты быстро бы затухли, орбиты планет затухли, и они бы попадали на Солнце. Ну, казалось бы, логично, потому что если вязкость есть, то идет какое-то торможение. И, кроме того, Земля, конечно, бы перестала вращаться. То есть она бы затормозилась в эфире. Вот, вот, вариант затухания орбиты Земли были проанализированы, вот, Ацуковским, опять же. Так, что-то, вот так. И он составил такую таблицу для всех планет, вот, Солнечной системы и Солнца в том числе, и показал, что, вот, изменение скорости, оно происходит такое, за космологическое время, незначительное изменение, одно, которое там наблюдается, вот, за очередь, под воздействием вязкого эфира. Поэтому вот эти величины, вот эти величины, они практически ненаблюдаемые на Земле. Я, значит, рассмотрел второй этот аргумент, что затухание момента вращения Земли за счет взаимодействия эфира для Земли, вот, рассмотрел. Ну, я сразу выписал эту формулу, напомню, что динамическая вязкость, а это есть кинематическая умноженная на плотность эфира. Это просто так для памяти, чтобы перед глазами у вас была эта величина. И для оценки, вот, затухания вращения Земли воспользовался методикой, значит, предложенной... Так, сейчас, так, 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 так... Бурага Сергея Петровичу, он предложил в своей там работе, это вот, для затухания шарика, твердого шарика. Он, ну, я эту методику, я, значит, применил, и идеология, вот, это вот его метода сводится к тому, что вот он рассматривает, значит, вот, формулу 1, это момент, который надо приложить к шарику, чтобы вызвать его вращение. Потом он, значит, приводит вот в формуле, вот она, 2, ну, я оставил формулу 1, чтобы перед глазами была. Формулу 2 – это уравнение вращательного движения твердого тела. Значит, производная угла вращения, значит, момент вращения на момент инерции. И момент инерции, тут он известен, и, значит, вот эти вот, подставляете выражения, мы, это уже я, он там по-другому немножко считал, кстати, вот Бурага, он показал, что модель шариков, теория эфирова Тацуковского, она совершенно неприемлема. И подтвердил идею, фактически, идею Тацуковского, что надо рассматривать именно протон вихри, тароидальный вихрик. Тогда там получается, вот, по расчетам Тацуковского, космологическое время для затухания протона. Ну, а я здесь это применил, эти формулы, уже, опять же, для шарика, но для Земли. Вот, и, значит, так, после того, как мы это вот проделали, мы подставляем и окончательно получаем формулу 5 для вычисления динамической вязкости гипотетического эфира. Причем попробуем, как мы сделать. Я в литературе нашел два таких предположения, что за 2000 лет продолжительность суток увеличилась на 2,3 микросекунды в столетие. Вот это как опорную цифру я взял, ну, и там, значит, приводится и относит это там на динамику океана, на землетрясение, на внутренние там земли, что проходит все, что эти цифры. Но вот берем прямо так грубо, что вот это все обусловлено, вот это торможение, вот эти 2,3 миллисекунды в столетие обусловлено эфиром. Ну, это, так сказать, верхняя оценка, то есть хуже уже не может быть. И второй случай, это за геологическое время, я посмотрел, это, значит, за 1,3 миллиарда лет в докембрийский период. Земные сутки длились 14, ну, где-то в интервале, там, порядка 15 часов, и год составлял порядка так 550 дней. Ну, и вот эти вот, я, значит, провел вот эти вот, подставил вот эту формулу восьмую, и получилось у меня динамическая вязкость. Вот здесь, вот она до первого случая, вот, значит, 0,131 паскаля на секунду, и для второго, вот это, геологического, 0,004 где-то. Ну, то есть довольно близкие значения, в три раза отличающиеся, учитывая, что неопределенные этих данных. Это, значит, говорит о том, что вот этот аргумент, он ни в коем случае не действует. Вот, что надо иметь, ну, чудовищную вот эту вот вот вязкость эфира, учитывая, что вот ранее проведенные цифры, что у него плотность, значит, ну, исчезающая мало вот этой эфиры. Кроме того, эксперименты вот Галаева дали, что кинематическая вязкость составляет вот такую величину, 5 на 10 минус 5 метр квадрат на секунду. И вот комбинируя вот эти вот, вот вычисляя по ней динамическую вязкость, мы видим, что вот по эфиру Ацуковского это очень маленькая величина в сравнении вот с теми оцинками, которые я, в общем-то, получил. Ну вот, все. Так, да, конечно, сейчас будут вопросы. Ну, во-первых, я скажу, что у Ацуковского там есть ошибка, когда он это все, и причем существенная ошибка. Какая? А? Какая? У меня будет доклад о свойствах эфира. Если вы имеете в виду насчет вязкости, то он там рассматривает... Нет, не за счет, я говорю о плотности. О плотности. Нет, ну он плотность, он там связывает с вязкостью? Нет, он связывает это с нынешним коэффициентом, ну, с эпсилой ноль он это связывает. Ну, естественно, я вот это сказал. И его перевод нынешний эпсилой ноль в другое, ну ладно, это как бы... Ну, хорошо. Ну, только это нехорошие намеки. Нет, просто у меня существенно отличается, это порядка 10... У вас тяжелый эфир, у вас тяжелый эфир. Но зато очень малая жесткость. Ну, я считаю, что это не физичная модель, понимаете? Вот двигаться, мы двигаемся все в эфире. Мы двигаемся... Поэтому это как раз тут... Замедление происходит за счет действительно вязкости, а не плотности. Ну, вязкости, я ни в коем случае, я просто... Я говорю про плотность и про... Кстати говоря, мы ведь имеем скорость С квадрат, как обратную эпсилон и мю. Да, да. Значит, должна там быть довольно большая малая сжимаемость отначально. Ну, да, да. У него это давление-то в эфире, вот это вот... Ладно, это будет отдельно мой доклад. Вы лучше меня покритикуете, чем я вас сейчас. Хорошо, а то вы сейчас... Давай-ка. Секундочку, секундочку. Просто, значит, будет отдельный доклад, который я собираюсь сделать, вместо, видимо, вот этого векторного угла, который, повторюсь, можно просто прочесть в этом... Вы и то, и другое. Мне, например, очень интересно, вот про векторный угол услышать было бы. То есть не надо его отказываться. И то, и другое. Доложите. На векторный угол мы любителей соберем и поговорим. Ну, я жду с нетерпением. Да. Ладно. Так, если найдется окно, я два доклада, конечно, сделаю. Там цикла не будет. Так, ладно, я своей персоной как-то сильно занял. Пожалуйста. Вопрос такой. Чтобы говорить о причине уменьшения скорости вращения Земли за счет вязкости эфира, какой механизм вращения Земли вы принимаете во внимание? То есть из-за чего он вращается? Причина вращения Земли. Ну, это... Как Земля приводится во вращение? Значит, вот я считаю, что это следует как физическая данность. Мы знаем, что Земля, вот сутки у нас есть, 24, меняется положение звезд. То есть она вращается. Все. Извините, я перебью... Откуда она это не принципиально? Есть график. Сейчас с помощью Земли у тебя есть конкур. Внимательно отслеживаю миллисекунды вращения Земли постоянно, в течение всего этого месяца. Да, 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 да. Есть это намерно. Скорость увеличивается и уменьшается. Да. Я вот это об этом и хотел сказать тоже. Поэтому мы спрашиваем. Какой механизм вращения Земли, чтобы судить о том причина ее вращения, а в основании этого говорить о вязкости эфира? Если вы осматриваете механизм вращения планеты, то о вязкости эфира без смысла... Вот выходить вращения это физическая данность, еще раз повторяю. То, что вот, Ярослав Григорьевич, вы говорите, что там кратковременные там колебания идут, это правильно. Но вот это среднее значение, оно уменьшается, вот как я привел, за столетие на 2,6 миллисекунды. Хорошо. Давайте я приведу космические данные. Тем более за геологический период. Срок это уж совершенно точно известно, что у меня. Значит, вот такие данные. Молодые звезды вращаются медленно, зрелые звезды вращаются быстро. В нашей галактике это замечено. Ярослав Григорьевич. Вот сидит специалист по звездам. Он будет противоречить? Все, все, все. Пусть я тоже восприму его. Итак, по моим сведениям, молодые звезды в среднем вращаются быстро, медленно. Зрелые быстро, а старые опять медленно. Это не значит, это значит то, что вы говорите, что в среднем это происходит. А все время происходит у каждой звезды, конечно, своя, значит, ускорение и замедление. Ускорение и замедление. Да, это совершенно справедливо. Так что то, что вы говорите, это не противоречит возражению. Мало того, Ярослав Григорьевич, извините, я понял, что вы хотите спросить. Дело в том, что, как мне известно, вот звезды, которые вращаются медленно, у них есть планетная система. И наоборот, если она вращается быстро, у них нет планетной системы. Вот еще есть такой момент. Ну, в общем, это предмет для отдельного разговора. Я-то это связываю все-таки с некой закономерностью развития, ну, по крайней мере, галактик, если не Солнечной системы. Вот Клачков будет делать. Если интересно, отдельно садим. Я садил, вот вопрос. Да, пожалуйста, у кого еще вопрос? У меня вопрос. Да подожди, он там спрашивает. Существует ведь также механизм торможения приливный, так же, как и ускорение тоже приливный существует. А вы могли бы сравнить эти два механизма, вот то, что вы говорите, для Земли? Ведь Луна-то хорошо, наверное, тормозит Землю за счет прилива. Нет, да вы, может, обратили внимание, я сказал, что вот эти все приливные, там вот геологические, все влияет. То есть мы считаем, чтобы получить оценку, что только эфир тормозит. А вот сопоставить их, ну, так, знаете, чисто интуитивно, где-то менее, конечно, процента. Вот это торможение за счет эфира по сравнению с этим. И, скорее всего, даже сомнение процента. Понятно. Ну, пожалуйста, еще, да. Вот я, ну, на первый взгляд, человек невежественного, я предполагаю, что вот эта динамика изменения вращений связана с изменением вязкости внутри ядра любой планеты. И эта стадийность, о которой вы говорите, она там, неважно, как она себя позиционирует, но это изменяющаяся вязкость. В инерциальной среде, так сказать, вот вязкость меняется. Ваша точка зрения понятна, что это за счет внутренней. Вот тогда совершенно справедливо. Я даже, вот я специально это подчеркнул. Вот вы выступили, вы, что все считаем, что грубо, что только тормозит эфир. Не смотрим вязкость, ничего. Ну, вот вопрос был, какой процент. Я говорю, это менее процента точно там будет. Пожалуйста, еще вопрос. Микрофон, можно там? Юрий Семенович, микрофон, говори. Насчет приливных явлений, у нас есть прекрасный показатель. Луна смотрит на Землю одной стороной. Но она при этом не остановилась полностью вращаться, она остановилась относительно Земли. А по поводу звезд, я хочу сказать, вы знаете, но дело в том, что в процессе жизни, ну, если брать классическую схему жизни звезды, у нее же меняется диаметр. И в какой-то момент происходит сброс оболочки. То есть говорить о скорости вращения здесь не так просто. Да, там вот сама по себе. Пока молодая, потом она будет, если она будет уменьшаться диаметр, скорость будет увеличиваться. Смотрите, планеты холодные, без газовой магнитодинамики. Там, потому что звезды, это уже низкорозный. Все, хорошо, это не очень интересно, я просто отдельно. Так, ну все, да, ну хорошо, официально спасибо. Значит, насчет торможения. Вот автор доклада может приметь во внимание, что, вот скажем, если Земля имеет правое вращение, то есть инвектор направлен, то есть Венера имеет обратное. Причем параметры планет очень схожие. Не способствует ли эфир раскрутке Венеры при торможении Земли? Не зависит ли это от ориентации? Ну, это, тут я не берусь. Это астрофизические проблемы, понимаете? Это затрагивает тот вопрос, который был задан. Причина вращения вообще. Понятно, да, да. Если так надо там возить, то так может ускоряться. Зайводительство это такой образ среди, тем более, это, знаешь, отдельный вопрос, и там физику надо искать. Очень интересно. Ну, я предлагаю этим заняться.